Мы можем полностью осознать величие западной цивилизации, но она не германская, только германская, написанная великими авторами, а также французская, английская и т.д. Это Европа, это Запад, а рядом с ним другие культуры. Можно очень хорошо восхищаться азиатской культурой такого же уровня. Прямо здесь, используя эти различные примеры, с 1914 по 1970 год, я думаю, что никто не будет критиковать меня или почти. Только если я возьму текущий пример доминирующей мысли, где её самый сильный акт, мы увидим, насколько это труднее, и все же философы могут продолжать говорить это. Если мы спросим членов поколения, которым сейчас 50 или 60 лет, и которые живут в Западной Европе, и спросим их, каково самое большое достижение их поколения, это аборт, право на аборт. Это воспринимается как символический флаг освобождения женщин, освобождения от этого рабства, которое, в частности, цитирует, что было обязательством быть матерью в определенное время. Тот факт, что один из пяти детей, находящихся в настоящее время на Западе, прерывается различными методами, которые мы даже не можем сослаться, воспринимается ли как вершина достижения поколения. Если это не желательно, это не человеческая личность в создании, он ничто. У него нет прав, на него не распространяются никакие права. Итак, мы видим, что когда я подхожу к этому вопросу, мы гораздо больше смущаемся. Зачем? Потому что я в сердце идеологии времени. Идеология Майя 68 состоит в том, что человек получает свободу наслаждаться без помех и каких-либо последствий, последствия которых легко стираются простым посещением врача, которому возмещается аборт. Во Франции даже были законы, согласно которым человек, который будет выступать против абортов, может сказать, что так можно понять, но представьте себе человека, который говорит, что есть и другие. Действия, способствующие аборту, такие как материальная помощь матерям, которые не хотят иметь ребенка, содействие рождению ребенка, содействие рождению ребенка, чтобы ребенок мог быть усыновлен, учитывая количество семей, которые хотят иметь ребенка и в настоящее время не могут иметь ребенка. Хорошо, если бы кто-то, кто говорил так, рискнул попасть под действие закона, закона, который делает продвижение против абортов преступлением. Философ, он должен быть в состоянии говорить вне времени. Я имею в виду, что для меня очень легко сказать это сейчас, когда поклонение пародей является отклонением. Сказать, что убивать миллионы молодых людей от имени нации, даже если это означает полное уничтожение поколения, это заблуждение, потому что все согласны. Только если бы я сказал это в 1914 году и был бы моего возраста, вполне возможно, что меня посадили бы в тюрьму или расстреляли как дезертира или противника и т.д. Точно так же, если бы в 1940 году я вывесил плакаты и сказал, что евреи – это люди, я думаю, что меня бы точно депортировали в Освенцим. Так что же делать философу? Должен ли он принять этого внимание? Если он любит истину больше своего времени, чем доминирующую мысль своего времени, он должен уметь, потому что его единственный хозяин, как я уже сказал, настоящий. Таким образом, есть нечто в восхищении реальностью философа, которое является своего рода призванием мученика. Итак, Сократ, первый философ, который так умер за правду, является символом. В настоящее время в преподавании философии даже факт утверждения о том, что существует реальное, и, следовательно, что есть способ приблизиться к реальному, правда, очень смиренно, который не может окружить реальный. Этот подход к реальному, очевидно, должен быть множественным, просто говорить, что это не обязательно принято, потому что такой способ выражения речи кажется нетерпимым. Этот способ речи полностью принят в науке. В физической науке вы начинаете говорить, что существует несколько мнений. Как, например, Демокрит и его мнение так же справедливо, как и Эйнштейн. Там мы вернемся на место, потому что несомненно, что современные ученые приняли метод реалистической философии, который был получен из Аристотеля. Если мы делаем то же самое в философии, например, если мы говорим так, что женщины обычно имеют такую психологию, что это не на 100% верно, но обычно такие большие фигуры, мы нельзя измерить большие цифры. Ах, нас, скорее всего, будут критиковать и мы не сможем получить, по моему мнению, статус во Франции профессора философии. Продолжение следует...